Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну, кстати, вот Ричард Бартон лечился от алкоголизма, между прочим. Вот можно такой перебросить мостик. Долго думал, как связать события давно минувших дней сегодняшними. Ну, наверное, одна из центральных тем, которые всех волнуют, что будет с алкогольной отраслью. Сможем ли мы с нашими соседями, с Эстонией каким-то образом побороться за потребителя? И насколько, ну, вот эта борьба оправдана и необходима? Ну, знаете, сегодня ситуация такая довольно животрепещущаяся. Потому что у нас происходят войны акцизных налогов. И если Эстония снизила свой налог с 1 июля на 25% на крепкий алкоголь, на вина и другую продукцию, то мы ответили похожим шагом с 1 августа, снизив 15% на крепкий алкоголь только. Что позволило в какой-то мере остановить спад эстонского бизнеса, который мы последние два года очень серьезно зарабатывали. Но этот спад, как сказать, он остановился только вот в августе. Вот сейчас, сентябрь, октябрь, пока что еще происходят такие турбуленции. Еще не чувствуем такого большого изменения, чтобы можно было смело сказать, что этот бизнес останется у нас в Латвии. Потому что, я уже говорил, последние два года мы зарабатывали в год более чем 100 миллионов в индустрии. Плюс, если мы считаем налоги на не только на акцизную, но и на добавленную стоимость. Также, если мы считаем налоги рабочую силу. Также люди оставляли из Эстонии, приезжая в Латвию, покупали бензин, кушали, жили. Это где-то порядка было до 200 миллионов. И в последний год начался спад эстонского потребителя где-то с августа прошлого года. И спад происходил где-то порядка 30% каждый месяц. И вот первый месяц, когда это произошло, остановка, был август. Потому что было изменение, но был очень сильный спад по продаже продукции именно июль-июнь, когда все готовились к новому акцизу, никто не хотел покупать продукцию с повышенным акцизом, потому что остатки у нас не переоценивались. И в август показал как бы дополнительный прирост, но опять же сентябрь. Октябрь мы видим все-таки есть какой-то небольшой спад по продажам именно границ. И сейчас наше правительство снизило ставку на акцизный налог на эти 15%, но снизило только на 7 месяцев до 1 марта следующего года, когда вступает в силу закон, принятый еще 2 года назад. И следующий шаг возрастания акциза на крепкий алкоголь это плюс 29%. То есть правильно я понимаю, сейчас мы снизили на минус 15% и через год, ну меньше даже, мы повысим на 29%. Да, это если мы считаем, грубо говоря, на 1 литр 40% алкогольного напитка, или это водка, или это риски, это порядка евро 80, только акциз, если мы добавим на ценку магазина, если мы добавим НДС, это будет порядка 3 евро. Для вашей отрасли это хорошо или плохо? Для нашей отрасли, в принципе, мы планируем, что тогда вообще прекратится продажа какого-либо алкоголя на эстонской границе, то есть мы потеряем вот эти 100 миллионов, это будет явный спад индустрии, как внутри латвийского рынка, и скорее всего это еще ударит и по нашему потребителю, потому что после этого повышения наш акцизный налог будет один из самых дорогих в регионе, и такой скачок цены, когда вы увидите, там продукция подорожает буквально на 3-4 евро, то скорее всего люди начнут думать, где получить более дешевые варианты, то есть или самому произвести, или купить в какой-то другой стране, то есть это откроет дверь серому рынку. То есть тот вариант, что в стране начнут просто меньше употреблять алкоголь, он даже не рассматривается? – Понимаете, если мы смотрим внутренний рынок, только внутренний рынок, несмотря на статистику, которая показывает обратно, что идет повышение, то уже сегодня происходит снижение потребления алкоголя, переходит миграция с крепкого на более легкий алкоголь, сейчас идет рост вина по продажам, как мы видим, и сбора налогов, и идет спад вот именно крепкой алкоголии, поэтому сейчас сказать, что у нас идет прирост, ну, опять же, не забываем, это большую долю дала эстонская граница, мы можем посчитать эстонскую, именно пограничную часть, мы не можем посчитать, сколько люди из Эстонии оставляют в Риге, в Алме, заезжая более дальше в глубинку Латвии, потому что, опять же, в прошлом году у нас открылся большой торговой центр Реке, и если вы сегодня приезжаете в магазин, то очень часто слышится эстонская именно речь, сколько людей оставляют, не только покупая мебель, они заходят в наши магазины, покупают также алкоголь и внутри рынка, плюс, если мы сравниваем даты, когда проводился учет потребления алкоголя, то последние предыдущие были, 2011 года, когда страна была в глубоком кризисе, когда роль серого алкоголя была порядка 40%, 40%, сейчас она снизила практически вдвое, поэтому такой прирост, который показывают цифры, да, он есть, но если мы смотрим по потреблению, отмытаем вот эти все названные причины, то мы наблюдаем как раз именно снижение потребления крепкого алкоголя и возрастание потребления более легких. Насколько вот эти, на процентуальное соотношение крепкого и более легкого алкоголя влияет, ну не знаю, время года, например, более холодное время люди, ну, как бы, чтобы согреться, употребляют более горячительные, вот есть ли такая... А летом рыбалка, Олег, то есть... Ну да, тут... Это, да, есть, конечно, связь с сезональностью, потому что есть определенные напитки, которые потребляются более холодное время года, и одна из таких групп, это есть водка на основе перца, то есть перцовки, особенно, когда начинается рыбная ловля, но, в принципе, таких больших колебаний мы видим, можем сказать, по группе шампанских вин, это газированные вины, это когда период подготовки к Новому году, Рождества, тогда возрастает более большой спрос. Опять же, если мы смотрим Лига, то это возрастает пиво, потому что более потреблялением... Летом, конечно, пьют, потребляют неправильно, извиняюсь за выражение, потребляют более легкие напитки, да, зимой есть такая тенденция к крепкому. Вы говорили о сером рынке, как у нас сейчас с этим обстоит дело, насколько получается его контролировать, насколько он широко развит, и насколько большие, наверное, справедливые опасения, что с повышением акциза он будет только процветать? Ну, смотрите, здесь, конечно, нельзя не отметить хорошую работу и добросовестную работу наших правоохранительных органов, очень много, что они делают в последние годы, и снижение произошло и благодаря им, и тем, что растет достаток употребителя, то есть он менее заинтересован в поисках серого рынка, то есть серого алкоголя, но здесь же опять мы не забываем, серый алкоголь мы считаем также, та продукцию, которую люди привезли из поезда, то есть из путешествий, из другой страны. Это тоже входит в это? Да, потому что это и есть то, что акциз заплачен в другой стране, как бы он официально купил, но он привез и потребляет на территории. То есть не все, что является серым, является противозаконным, то есть это просто не то, что... Не куплено здесь. Поэтому та же самая Эстония, почему она совершила такой шаг, потому что реально у них происходили последние года, после очень сильного повышения акцизного налога, там у них повышалось по 20% каждый год, они очень сильно потеряли финского туриста, который официально приезжал, покупал официально в магазинах алкоголь, такая разница была, ну, очень большая, там, ну, неимоверная, да, и они сделали вот этот шаг, чтобы, во-первых, вернуть финского туриста, и это у них уже получается, и прекратить поездки эстонского жителей на территорию Латвии, где он тоже официально покупает, но опять же налог заплатен на территорию Латвии. Насколько наши латвийские политики, ну, вот, заинтересованы в том, чтобы получить эти недостающие деньги, и в чем обосновывается, ну, вот, введение более высоких акцизов, насколько это борьба за здоровье, там, или нации, какие аргументы приводятся? Вы знаете, во-первых, алкоголь – это очень непопулярная тема для политиков, потому что все-таки это связано со здоровьем, связано с, как бы, более такая, ну, серая сторона человеческой жизни, и непопулярно поддерживается алкогольная индустрия, это, ну, это всем понятно, да, но последний год, вот, у нас, можно сказать, поменялась структура власти, то есть у нас пришли новые политики к власти и новой партии, и вот то, что произошло в этом году снижение, я считаю, это довольно большое продвижение и шаг именно к бизнесу, потому что наши политики послушали наши выводы, посчитали деньги, сколько мы зарабатываем именно на границах, посмотрели, сколько мы реально поток эстонского потребителя приезжает в Латвию, и сделали такой шаг, который до этого, ну, мы не ожидали, в принципе, что никогда, что может такое произойти, и здесь это очень большой плюс в копилку наших политических сил, что сегодня происходит, да, закон есть и гласит, что с 1 марта повышение должно быть, но, опять же, мы ведем очень активную работу с финансовым министерством, с другими политическими структурами, с том, что мы должны провести мониторинг рынка, как поменяется граница до конца этого года, потому что 1 месяц это не показатель, даже сейчас видим уже эти 2-3 месяца тоже не показатель, то есть должна произойти какая-то стабильность, должны поменяться цены на полках, потому что мы еще продаем продукцию со старым акцизом, с более высоким, и только тогда мы должны принимать решение. Скорее всего, ясность по акцизу следующего года будет ясна в начале следующего года, когда мы вот реально увидим, сколько мы собрали налогов, был спад или не был, я думаю, что тогда будет более активная дискуссия именно с политиками насчет того, что менять нам закон 1 марта или оставить, как он есть. А насколько вот эти вообще прыжки, цены, такие кардинальные смены курса, вообще отражаются на бизнесе и на потребителе в том числе, потому что он приходит в магазин и не может понять, ну то есть вот, ну да, вот то дешевле, то дороже, то дешевле, то дороже, то есть это тоже выбивает людей из колеи, они начинают искать какие-то другие способы достать алкоголь. Понимаете, да, вот здесь вы правильно подметили, это скачки, это никому не идет на пользу, ни нашим бизнесу, индустрии в целом, ни потребителю, ни тем же самым политикам и людям, которые живут на нашей территории, потому что это действительно сейчас что происходит, это в какой-то мере хаос. Человек не понимает, почему сегодня это стоит столько, почему это стоит завтра столько, плюс кто-то купил уже, может быть, продукцию по новому, акцизы какой-то, не знаю, магазины до сих пор держат высокую цену, чтобы более заработать. Все такие скачки, они только плохо влияют на саму индустрию, на развитие индустрии, на наведение более большого порядка с потреблением алкоголя, поэтому сейчас, ну, нас очень сильно трясет, скажем так. Но вот сейчас допомянули о том, что магазины могут оставить более высокую цену, я так понимаю, что это тогда не контролируется, то есть акцизный налог просто понижается, но при этом магазин может оставить ту же самую цену и тогда там никакого хаоса нет, он просто перманентно дорогой, алкоголь и все. Да, но опять же не забываем то, что у нас присутствует очень сильная конкуренция между торговыми сетями, между теми же самыми магазинами, они мониторят друг друга, то есть они понимают, борются за потребителей, если недалеко находятся два магазина, независимо от какой марки, они все равно сравнивают свои цены, то есть здесь уже работает коммерция, здесь уже конкуренция делает свое дело, и, конечно, каждый из торговцев заинтересован, что потребители пришли более к нему, потому что люди приходят не только за алкоголь, они покупают хлеб, молоко, мясо, другие продукции, поэтому здесь уже сказывает свою роль конкуренция, и если мы говорим про большие, серьезные сети, то они уже сделали изменение цен, то есть понизили, потому что они опять борются за потребителей. А нет ли здесь какого-то лицемерия, что по большому счету в борьбе за дополнительные средства в бюджет, все это приводит к тому, чтобы народ просто потихонечку спивался, потому что если алкоголь будет дешеветь, в том числе и в Эстонии, до Эстонии тут ехать рукой подать, можно хоть ящик привезти, чего угодно, и в конечном итоге это приводит к тому, что у нас в целом ситуация по стране будет не очень хорошая. Ну, знаете, тут же опять надо смотреть, почему люди потребляют алкоголь, наверное, не потому что он становится дешевле, и начинают больше пить. Если вот поставить, допустим, сделать бесплатную воду в кулере в офисе, вы же не пьете так, чтобы на месяц вперед, а вы пьете столько, сколько вы потребляете в этот момент. Поэтому трудно сказать, привезет это или по увеличению алкоголя потребление или нет. Тут надо смотреть другие причины. Ну, алкоголь у нас довольно доступный в плане цены, особенно если мы говорим о каком-то более легком алкоголе, тоже пиво, вино и так далее, и при этом ни для кого не секрет, что у нас пить начинает алкоголь в достаточно юном возрасте, и они находят способы, как купить его. Соответственно, если какой-нибудь школьник средних классов, условно, для того, чтобы купить хороший алкоголь, ему нужно еще поискать эти деньги, и не факт, что он их найдет, потому что он зависит от родителей, то на какой-нибудь паленый, извините, или на то же пиво, вот тот он всегда найдет. Булочку не купит, купит бутылочку пива. То есть, по большому счету, снижая эту цену, мы поощряем, вот и в том числе и такие вещи, разве нет? Ну, опять же, смотри, снижение не происходит в такой сумме, чтобы это действительно как-то сказалось, но что он начнет больше потреблять. Здесь надо больше работать именно с молодежью, проводить превентивную политику, чтобы изглевать образовательную часть, потому что здесь в любом случае, эта война акцизов не доведет нас до нуля, потому что, опять же, это идет доход, и мы считаем, что рост акциза будет. Насколько? Это вопрос. И здесь, я отвечаю на ваш вопрос, больше надо работать именно с теми слоями населения, с той же молодежью, чтобы более ограничить к ним доступ до алкоголя. Цена – это не самое решающее на сегодня, потому что мы говорим о легальном алкоголе, а не забываемый есть и о других вещах, которые в той же школе школьники могут приобрести. Это и нелегальные какие-то вещи, это те же самые наркотические средства, с которыми борются наши государства и полиция. Поэтому здесь так нельзя судить, что сейчас в стадии дешевле алкоголя начнут все буквально пить с первого дня. Но вы сказали, что цена – это не решающий фактор. А что тогда решающий фактор? Вот вы находитесь в этой сфере и достаточно глубоко ее знаете. Что тогда является решающим фактором? Ну, это надо смотреть уже причины, почему люди начинают потреблять алкоголь. На сегодня этих причин довольно много, и таких исследований мы не проводим. Здесь более надо, наверное, спрашивать Министерство здравоохранения, ту же самую полицию, поэтому здесь трудно сказать. Можно ли найти какую-то закономерность, например, кризис, который мы переживали в 2007-2008 годах. Многие люди теряли работу, какие-то стрессы, это приводит к увеличению потребления алкоголя. Или наоборот, может быть. Ну да. Начали жить хорошо, и как давай пить виски. 12-летний. Вот видите, когда был период кризиса, тоже очень сильно менялись акцизы, потому что государство искало возможность получения дополнительных доходов, и происходило увеличение акцизного налога, что в свою очередь снижало потребление, и люди уходили, вот видно, в эту серую часть, которая не ведется. Нельзя, невозможно посчитать до конца, сколько и где. Мы-то свои цифры видим, потому что это происходит официальная продажа, это платятся налоги. Поэтому здесь трудно сказать. Мое личное мнение, что да, это в какой-то мере увеличивает, наверное, потребление более дешевого алкоголя, экономического сегмента. А в последние годы, когда растет достаток потребителя, то да, мы видим рост таких категорий, как виски, которые для нас новые, для нашего населения джин, ром, которые смещают, допустим, более привычные виды алкоголя, как водка. У нас есть вопрос. Слушатели, звонок, точнее, наушники. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, я вам скажу, как простой обыватель, я очень мало употребляю алкоголя, но мне кажется, что все люди, которые, вот как я, употребляют мало, для нас, в принципе, никакой разницы нет, какой акции есть, потому что алкоголь – это не продукт первой необходимости, и мы его всегда покупаем тогда, когда в магазинах есть акции. А в магазинах акции на алкоголь в скидке, но настолько часто, вы знаете, на хлеб не так часто, как на алкоголь. Может быть, об этом стоит задуматься? Акции за акцизами, низкие они, высокие. Я серьезно говорю, это абсолютно никак не влияет, на то, куплю я или нет. А вот когда на коньяк скидка 7, 6, 10 евро, я его куплю. Спасибо. Спасибо, да. Ну, это вот как раз потребитель, я понимаю, такой уже все-таки дорогого более сегмента, который пьет там, ну, по праздникам и ищет для этого какие-то возможности. Ну, хорошо, если мы говорим сейчас в том числе и о ценах, например, с повышением акциза, понятное дело, что мы однозначно потеряем эстонского потребителя, и, соответственно, будет делаться акцент на нашего собственного потребителя. И мы как-то должны будем, как-то нужно заставить народ больше пить, чтобы больше денег получить, или смириться с тем, что мы не добираем, или как это будет происходить? Понимаете, опять же, тут хороший вопрос сказать, что сейчас мы, как индустрия, начнем работать более с местным потребителем, это неправда, потому что мы сегодня работаем с потребителем, и для нас потребитель является любой человек, который приобретает продукцию на территории Латвии, это, будь это турист, будь это местный житель. Скорее всего, будем смотреть те категории, которые более маржинальные для нас, то есть переходить с одной на другую, чтобы сохранить прирост индустрии, потому что мы же опять, да, мы с одной стороны говорим про алкоголь, а с другой стороны мы говорим про тот же самый налог, который мы платим в нашу казну, с которой платятся следующие расходы нашего государства. И здесь будем анализировать ситуацию, когда будет более ясность по изменению акциза и принимать решение. По поводу серого рынка, вот я все-таки хотел спросить, из чего он состоит, то есть вот я понимаю, что какую-то часть составляют ввезенные легально, но купленные за границей, за границами, за пределами Латвии алкоголь, скажем, есть какой-то контрафактный наверняка, ведь товар, который приводится, ну просто нелегально, который производится нелегальным образом, и, наверное, какую-то часть сегмента могут составлять, какие-то самогоны, то есть то, что люди производят. Вот у вас есть какая-то, хотя бы примерное представление, статистика, насколько соотношение каких-то вот этих сегментов, и насколько люди готовы сами производить алкоголь, когда начинают их прижимать с ценами? — Понимаете, хороший вопрос, если бы мы владели такой статистикой, наверное, мы знали бы, где искать такого производителя, но, к сожалению, статистика не такая вестись, просто не может, потому что, ну что человек делает дома для себя, ну это его личное дело, да, тут больше надо, наверное, спрашивать полицию, потому что она ведет контроль, и, конечно, то, что в последнее время они довольно эффективно контролируют те, так называемые точки приобретения серого алкоголя, потому что самая большая проблема есть в том, что те, кто производит нелегальный алкоголь и продают, или пытаются делать контрафакт, то это самые большие объемы, но такой вот вид статистики, она ведется только по учету найденных мест или открытых точек, да, конечно, алкоголь тяжело привезти, скажем, с другой стороны, безакцизной марки, привезти через границу, потому что это большие объемы, и контрабандисты, наверное, не столь выгодно, да, как там везти сигареты, которые тоже довольно активно в последнее время ловятся нашей полиции, да, то здесь трудно посчитать. А употребление, скажем, по парфюмерии, вот классический вариант там тройного одеколона, который в там советское время там собирались алкоголики на троих пить, это, ну, каким-то образом... Сохранилось ли это вообще, или это все-таки укануло в лето, Вы знаете, это вообще такая категория продукции, которая нам неясна, почему она еще на такой мере присутствует на полках наших магазинов, и ничего не меняется, потому что, если даже вы поедете где-нибудь в глубинку подальше от нашей столицы, там, в сторону Латгалии, то часто можно найти те так называемые тройные одеколонны рядом с кассовой прилавком, да, где они стоят просто в корзинках, они буквально стоят копейки, в некоторых магазинах даже, вот, мы находили то, что они находятся недалеко или непосредственно в алкогольной зоне, да, и здесь мы боремся с, или пытаемся бороться с нашими политиками, чтобы это как-то вывести этот продукт, не то что из потребления, но как-то ограничить, там, убрать, допустим, обозначение алкоголя, количество алкоголя в нем, убрать из зоны алкоголя, потому что, да, это до сих пор присутствует, статистика, опять же, не ведется, это, в принципе, здесь нет никакого акциз, не платится на это, то есть это в свободном движении продукт, который может любой привезти, купить, не обязательно в Латвии, это может быть и из другой страны, и продавать там в своем магазине, да. Но если мы говорим о той же глубинке, то мы же понимаем, да, что повышение цен на алкоголь, особенно в городах, которые находятся в отдалении от столицы, где доход на душу населения совершенно другой, это приведет к тому, что пиши или не пиши количество алкоголя в тройном одеколоне, его будут употреблять еще больше, потому что уже на качественный алкоголь просто не хватает денег, там их и так не хватает, тут вообще будет дорого. Да, ну, опять же, там можно бороться различными способами, можно ограничить объем, то есть можно ввести какие-то минимальные цены, но опять же... Объем вы имеете в виду? Конечно, продукты. То есть, если... Не 100 миллилитров, скажем, 50. Ну, как пример, да, но опять же, мы здесь не можем регулировать, потому что в Евросоюзе именно вот эта категория косметические спирты или косметические... Косметический алкоголизм, как он звучит. Ну, да, да. Он подразумевает того, что там не могут быть никакие акцизы или другие ограничения, но это и есть реальная проблема, да, люди потребляют. А насколько плотно сотрудничает вот ассоциация алкогольной отрасли с Минздравом, с полицией? Насколько часто у вас получается какой-то контакт или вы обсуждаете те же законопроекты? Может быть, вы имеете какое-то влияние или как-то... Или каждый работает сам по себе? Не, ну, конечно, мы работаем каждый по себе, но когда касается вопрос общих проблем, то мы встречаемся довольно активно и с представителями акцизного департамента, с представителями Минздрава и с представителями полиции. Мы, как ассоциация, довольно прозрачно показываем свои данные, что у нас, как у нас получается, какие примитивные меры мы рекомендуем. Мы сотрудничаем с EurSpirit, ассоциацией производителей Европы. Также мы проводим довольно, скажем, такие проекты, как ограничить потребление алкоголя именно среди молодежи, как ограничить продажи алкоголя. И все вопросы, которые касаются нашей индустрии, мы очень активно обсуждаем со всеми министерствами в нашей стране. Это скорее такое хорошее сотрудничество, или вы где-то противостоите друг другу, потому что каждый отстаивает свои интересы? Ну, опять же, слои зависимости от вопроса, которые на данный момент обсуждаются. Конечно, Министерство здравоохранения в нас видит только зло, но, опять же, нельзя исходить только из ограничений, давайте все запретим, ничего не будет, и тогда мы не будем знать, почему человек, и где он, что покупает, и что он потребляет. Поэтому здесь разные мнения, и есть разные полемики во время дискуссии, в зависимости от вопроса. она так и довольно интересная коммуникация. У нас звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. А может быть уже хватит все запрещать, все отменять, у нас вот как-то такая пошла тенденция, да, может просто надо поднять уровень жизни, вот, может быть построить заводы, которые начнут производить что-то, поднимать, соответственно, уровень жизни будет подниматься, и тогда люди начнут пить не одеколон и всякую эту хиню, вот, а как-то более качественные. Спасибо, я понял. Господин Филипп, когда будут построены заводы? Не только по производству алкоголя. Хоть какие-нибудь, да. Нет, я понимаю, что можно переформулировать вопрос, увеличивается ли с качеством, улучшением качества жизни, скажем так, потребление более качественного алкоголя, ну, вот опять, стали жить лучше, стали пить... Пить алкоголь лучше, да. Да, но мы видим по продажам и по статистике, что действительно при увеличении дохода населения, не только в наших странах, но если смотрим Эстонию, Литву, то люди начинают покупать более другие категории напитков напитков, не только, скажем, у нас 30% рынков идет водочный рынок, да, а начинают, переходят на другие категории, которые более легкие, вина, шампанские, виски, джин, ром, да, это и есть существенный рост, и тогда человек уже не настолько заинтересован в том же самом плагиате, потому что, опять же, сделать, мы научились и умеем сделать, наверное, качественный самогон дома, да, а сделать виски это не так-то и просто, да, хотя многие говорят, попробовав виски, что это и есть самогон, по большому счету, и не говоря уже о джине, не говоря уже о роме и так далее, то есть люди более, при более высоком достатке, они начинают более, скажем, потреблять и другие вещи, не только, скажем, алкоголь, а они значит, инвестируют свое образование, инвестируют, повышая свое культурное знание, то есть здесь я совершенно согласен, нам надо больше думать об индустриях и строить заводы и вот то, что последний год мы очень сильно объясняли нашим политикам, что мы зарабатываем на эстонском потребителе, мы не увеличиваем потребление алкоголя, а именно зарабатываем, потому что они покупают тот же самый алкоголь, который они покупали в Эстонии, они покупают у нас, и эти деньги приходят в нашу казну, а не в эстонскую. Да, но пока у нас уровень жизни средний и ниже среднего топ-продаж, это водка Трис Грауду какая-нибудь, которая стоит полтора евро за литр условно, и с этим ты ничего не можешь сделать, да, буквально, потому что это дешевый алкоголь, и он официально, он продается в магазине, вот что с этим, может быть, тогда из магазинов вообще убрать такой очень дешевый алкоголь, крепкий особенно? Ну, опять же, это будет, если мы что-то уберем, значит, если есть потребитель на эту продукцию, вне зависимости что это есть, или это есть дешевая водка, или это есть средние цены виски, то он будет искать эту возможность где-то приобрести, тогда опять мы дадим запретами, увеличим возможность, или дадим возможность для роста именно серого рынка, значит, он будет переключаться куда-то еще. Если вы помните, когда несколько лет назад у нас ввели ограничения по продаже во времени, то есть у нас раньше было продажа возможной 24 часа в сутки, потом ввели с 8 до 10, кто первый стал предлагать алкоголь после 10? Маленькие магазинчики на районах. Нет, таксисты, таксисты. Я что-то пропустила, прям таксисты, ничего себе. Ну и, кстати, появляются сразу же точки, но нелегальные торгующие алкогольные, возрастает популярность магазинов, которые маскируются под кафе, но, тем не менее, продают, открыв бутылку на вынос совершенно спокойно. То есть это... Да, но у него цена, наверное, будет повыше. Еще вот такой вопрос, влияет ли на количество потребления, например, запрет на рекламу алкогольной продукции, допустим, или на то, что там внизу пишется, что алкоголь, это вредит вашему здоровью, или это настолько номинально и никакого значения не имеет? Ну так формально написали. Вы знаете, мое личное мнение, что это влияет, потому что человек, все-таки он образовывается, он понимает, и он предупрежден, и поэтому, я считаю, тоже происходит рост более легких алкогольных групп, как я уже говорил, вина, другие напитки с более меньшим градусом. Человек начинает задумываться и выбирает другие категории. Это как сигаретами, да, стали некрасиво эти картинки печатать на пачках сигарет, да, и, ну все, теперь все стоят в магазине и выбирают покрасивее картинку. Вот, например, самое симпатичное это глаз, да, то есть, ну, я не уверена, что это как-то снизило употребление сигарет, но, тем не менее, увеличило количество времени на покупку. Вот эта тема еще, которую хотел затронуть, депозита на бутылки из-под алкоголя, насколько здесь, ну вот, есть ли какое-то движение, потому что понятно, что если эти бутылки будут, будет залоговая стоимость, и будет, они будут включаться в стоимость, все-таки эти бутылки будут собираться каким-то образом, люди будут, ну, не будут их бросать, и это избавит от, может быть, возможности, там, сделать город более чистым и безопасным. На сегодня, как уже говорит наше правительство и принят закон, что в 2022 году, если не ошибаюсь, с 1 февраля вступает в силу закон о депозите, то есть, будет определенные виды упаковки как бы входят в эту группу депозитной тары, не весь алкоголь, не вся алкогольная продукция попадает, потому что многие категории не имеют возможности использовать упаковку вторично, в зависимости от гигиенистических мер и требований к продукту, туда попадают легкие алкогольные напитки, в том числе пиво, и, опять же, мы смотрим на опыт наших соседей, Эстонии, Литве, то депозитная система уже работает там многие годы, и да, действительно, люди собирают, люди сдают, и эта система дает свои плюсы, в том числе и по чистоте страны, города. Если бы у вас была возможность принять тот или иной закон касательно потребления или продажи алкоголя, то какой, на ваш взгляд, был бы самым лучшим, оптимальным и для отрасли, и для населения? Вот так вот как-то убить двух зайцев. Ну, я считаю, что, опять же, для нас очень важна это ясная политика по налогу на акциз, и вот то, что связано... То есть его понижать, его повышать, его заморозить, что с ним сделать надо? Я считаю, надо смотреть очень на сегодня на Эстонию, потому что все-таки мы зарабатываем на эстонских потребителей. я не хочу говорить слово «снижать», но, опять же, надо следить за то, что происходит в Эстонии. А сегодня в Эстонии алкогольный рынок показывает прирост, идет прирост в двух цифрах, то есть это порядка 10-20% то, что они публикуют в прессе. Значит, потребитель у них уже вернулся, да, я не думаю, что Эстония будет продолжать снижение, они получили, то есть они сломали тенденцию спада, спада на прирост, начал возвращаться финские потребители, им невыгодно сейчас будет что-то еще понижать, зачем уже есть прирост. Нам, а нам? Я еще раз говорю, надо смотреть на Эстонию. Эстония в следующем году не планирует повышение изменения акцизных ставок, поэтому я считаю, что мы должны тоже выдержать эту же самую политику, что у нас есть в этом году, то есть мы снизили алкоголь в первом июле, давайте подождем год, отработаем, посчитаем свои доходы, свои потери, и тогда будем принимать решение. Мы, в принципе, выступаем за политику, которая была на стабильность, а не на тот хаос, который у нас сегодня присутствует. То, что мы то поднимаем, то через 4 месяца мы снижаем. Все-таки, если мы не можем планировать, скажем, свой бюджет, свой бизнес на тот же самый год, ну, это очень тяжело, лихорадит всех. Может ли алкоголь быть, ну, каким-то частью национального образа страны, или вот этого политики стесняются и боятся, потому что, ну, в ряде стран мы знаем, что, ну, как Франция ассоциируется все-таки с французскими винами, есть, ну, ряд стран, которые, ну, в которых какой-то даже вот национальный образ, он связан с алкоголем. Вот есть ли у нас какие-то определенные виды алкоголя, которые могли бы, ну, складываться в какой-то такой все-таки, ну, тем не менее, позитивный образ? Ну, если мы смотрим на категории алкогольных напитков, то многие политики очень часто упоминают, что пиво это наш национальный продукт, да, и в соответствии там происходит какая-то более сильная поддержка в этом направлении, но опять же, с другой стороны, если смотрят, все считают, опять же, налоги, и если там на крепкий алкоголь сейчас понизил составку, то на пиво сохранилось, да. Лично мое мнение, если мы смотрим со стороны Латвии, что в Латвии такое более из наших категорий более национальное, но опять же, не забываем, если приезжая в Латвию турист, что с Латвией может увезти? Рижский бальзам. То есть, ну, рижский бальзам это не такое массовое потребление, скажем, как вино во Франции или Италии, да, где там они, в принципе, вино не считается чуть ли не за алкоголь. Это более такое, как бы с нами, что вот, раньше были конфеты лайм покупали, да, сейчас, может быть, меньше, не знаю, но бальзам остается популярным продуктом. Поэтому, ну, здесь так, трудно мне сказать, что какая-то либо категория должна быть более национальная. Ну, то есть, получается, что пиво и бальзам это наше алкогольное всё. Наше алкогольное всё. Нам постепенно надо заканчивать уже, впереди у нас ещё интерактив, и обзор прессы ещё, да, поэтому я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был председатель правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Павел Филиппов. Спасибо вам большое и хорошего дня. Спасибо, хорошего дня.